Начинаем звонить во все колокола. И для того, чтобы ребенок развивался гармонично, конечно же это родители, потому что родители у нас создают необходимые условия для жизни ребенка. Они помогают правильно адаптироваться к социуму. Так, другие пищи, некоторые сами синтезируются в кишечнике, но в большей степени, конечно, мы получаем их с пищей. И от уровня именно обеспечения организмом витаминами зависит уровень умственной и физической работоспособности, выносливости, устойчивости организма к неблагоприятным факторам, включая те же самые инфекции. Ведь, ну, все мы знаем, что лекарства нужно принимать, когда человек болен, а витамины принимают все, чтобы не заболеть. И недостаток витаминов в пище, он сразу заметен, потому что оказывает пагубное влияние на здоровье детей. Из недостатка витаминов у ребенка может нарушиться обмен веществ. Недостаток витамин препятствует нормальному росту и развитию ребенка, снижает умственную и физическую работоспособность, ухудшается иммунитет, ухудшается сопротивляемость к различным заболеваниям. Недостаток витамин способствует развитию хронических заболеваний. И если ребенок ест мало овощей и фруктов, то замечено, что возникают очень часто проблемы с поведением. И исследование учеными Университета Австралии Кливленда, что те детки, которые недополучают витамины, в два раза чаще именно возникают. У детей и подростков также могут возникнуть ряд проблем в связи с недостаточным употреблением витаминов. Это и ухудшение пищеварения, и анемия, и молокровие, разрушение зубов, быстро утромяемость, головные боли, головокружение. На школьников, на детей из старшей школы, конечно, оказывает влияние еще нагрузка школьная. Вот поэтому часто страдает и нервная система ребенка, перепады настроения замечены. Неспособность быстро концентрировать свое внимание. Ну и вообще в целом ухудшается способность к обучению. Замечено, что с переходом из класса в класс у детей очень быстро замечается именно падение зрения, потому что дети много проводят время за компьютером, телевизором, планшетом. Это болезнь современных детей. Ну и как ни странно, не по возрасту замечено заболевание у подростков. Это вегетососудистая система. Но связана она, конечно, с тем, что сосуды не успевают с ростом ребенка, отсюда резкие колебания, давление. Ну и чтобы всего этого избежать, необходимо в первую очередь обращать внимание на качество питания, на употребление в рационе злаковых, употребление овощей, молочных продуктов, уменьшить количество вредных углеводов, сахара, сладостей, газировки, булочек, продуктов, которые именно продаются в буфетах, можно сказать, в школьных столовых. Вот продукты быстрого питания. Или с интернетом. Так, ну мы продолжаем. И если двигаемся дальше и говорим о том, что 60-90% населения, в том числе это и дети, и подростки, независимо от своего стального положения, времени года, других каких-то факторов, все эти люди испытывают дефицит незаменимых микроэлементов питания. В первую очередь это витамины группы В, кальция, железо и йода. Пирамида питания должна выглядеть следующим образом. Основой питания должны быть крупы, злаки, мучные изделия, 4-5 и более блюд ежедневно. Равномерно и равноценно в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, каждого от 3 до 5 видов ежедневно. Молоко, молокопродукты, мясо, рыба, птица, яйца, бобы и орехи. И в самой верхушке то, чего мы должны употреблять время от времени, очень редких случаев, это сладости и жиры. Все мы, конечно, пирамидку это представляем, но в идеале выглядит это примерно вот так. И как бы мы не пытались эту пирамидку сложить в правильном ее виде, пирамидка не получается, потому что детей не нужно уговаривать, кушать картофель фри с газировкой, а вот с овощами, варенными или тушенными дело обстоит с точностью наоборот. Отсюда и недостаток витаминов в питании. И есть такое выражение, витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием. Это действительно верное выражение, потому что только когда их не хватает, мы начинаем задумываться и начинаем вспоминать, что та или иная проблема вызвана действительно нехваткой и дефицитом определенных витаминов. Ну и не стоит забывать, что детское питание и гармоничное развитие тесно связаны между собой. А когда ребенок недополучает витаминов и минералов, тогда о каком гармоничном развитии может идти речь? И по статистике хронические заболевания инвалидности в Беларуси среди младших школьников составляют 17%, а среди деток вынесем и переживем. Идем дальше. Поставьте плюсики, поддержите меня. Сегодня техника против нас. Но мы продолжаем. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если восстановилась связь. Спасибо. Спасибо за поддержку. И мы остановились на распространенных заболеваниях у детей. И на первом месте по статистике это болезни органов дыхания. На втором месте болезни глаз. На третьем болезни органов пищеварения. И на четвертом детский травматизм. На травматизм, конечно, мы никак поменять не можем. Но а вот изменить качество питания это в наших силах. В наших силах обогащать пищу витаминами и минералами. Потому что именно эти элементы способствуют улучшению зрения. Повышают сопротивляемость к болезням дыхательных путей. Повышают иммунитет. Помогают развиваться именно правильно нервной системе. Конечно же, достаточное содержание витаминов и минералов оказывается плодотворного действия на здоровье костей, зубов и кожи. Ну и общее физическое и психическое состояние детей. И, конечно, основа, с чего все начинается, правильное питание, конечно же, в рационе должны находиться и присутствовать овощи и фрукты. Именно это кладезь витаминов и действительно копилочка по содержанию необходимых витаминов для здоровья не только ребенка, для здоровья каждого человека. Если говорить о микронутриентной нутриенточности, то можно заметить, что за последние потребность в энергии, за последние 40 лет, она снизилась на 1200-1500 ккл в сутки. Возможно, это связано с менее активным образом жизни, а вот потребность в витаминах практически не изменилась. Существенно снизилась именно микронутриентов в сельскохозяйственных культурах, продукции, продукции пищевой преомышленности, потому что новые оборудования, новые технологии, новые способы производства, выничание сроков годности, состав, все это сказывается на пищевой ценности продукта. И вот на следующем слайде мы с вами видим, сколько нужно съесть и чего, чтобы получить ребенку суточную дозу витаминов. Ну, цифры, конечно, очень-очень пугающие, потому что если получить суточную дозу витамина В, нам нужно съесть, ребенку нужно съесть полтора килограмма или килограмм черного хлеба, чтобы получить порцию витамина В-12 суточную, нужно выпить практически 2 литра молока и так по каждому продукту, то есть это говорит о том, что получить суточную дозу из тех продуктов, которые есть у нас на столе, в настоящее время становится просто… Мне очень понравился слайд по сравнению витамина С и содержания в продуктах, то есть один из самых известных, даже детки все знают, что такое витамин С и какой он кислый на вкус. Это вот, чтобы получить суточную дозу витамина С, с перцем тут попроще, 25-30 грамм, то с картофелем, который у каждого точно есть дома, 700 либо 500 грамм. Ну, все вы согласитесь, что это, конечно же, нереально все употреблять в таких объемах и отсюда у нас возникает проблема, потому что недостаток витаминов приводит к ярко выраженным признакам болезни и можно заметить, что ребенок не только быстро утомляется и снижается он, но и появляется агрессивность. Есть решение этой проблемы, это обогатить свой рацион питания витаминными комплексами, потому что все мы вроде бы знаем, что витаминки нужны и да, мы с этим соглашаемся, но только 12% выполняет необходимые рекомендации. И для того, чтобы выбрать именно правильные витамины, нам необходимо учитывать ряд факторов. Первое, на что обращайте внимание, это на страну-производитель. Рекомендуется, конечно, выбирать витамины европейских производителей и обращайте внимание, есть ли стандарт GMP, это самый высокий стандарт качества на сегодняшний день и самые высокие требования проходит тот или иной витаминный препарат, который идет по сертификации именно стандарта GMP. Также обращайте внимание, натуральный либо синтетический состав и, конечно же, отдавайте свое преимущество именно в пользу натурального состава. Обращайте внимание на вспомогательные ингредиенты, какие-либо красители, ароматизаторы. Обращайте внимание на наличие оболочки, потому что оболочка это тоже лишняя, она ничего полезного не несет, является такой красивой одежкой и украшением для витаминки. В принципе, можно без нее и обойтись. Вот, кстати, в наших детских витаминах витаминном комплексе оболочки нет. И если сравнивать детские витамины между собой, то можно заметить по табличке, что в каждом витаминном комплексе есть то, от чего, в принципе, можно было бы избавиться в производстве. Все это выделено красным цветом. В основном это красители, ароматизаторы, подсластители. И если сравнивать самые популярные марки витаминов, то даже по норме приема, количество влог в день, некоторых нужно принимать 4-5 штук в день. То есть, эта пачка, она, наверное, за одну неделю вся и израсходуется, если принимать по 4-5 штук в день, чтобы получить суточную норму. Так вот, в этом случае детский комплекс Wellness Kids от Reflame является лидером, потому что по всем характеристикам мы лидируем. Это и стандарт GMP, и наибольшее количество витаминов, 13 витаминов и 8 минералов. Натуральный патсотелит, который способствует даже укреплению детских зубов без химических красителей, без ароматизаторов. Наши витамины содержат натуральные ароматизаторы апельсина и лимона. И очень удобная дозировочка по одной в день. Все это, конечно, заслуживает звания чемпиона. Но самое главное, на что нужно обращать внимание, это, конечно же, на безопасность, потому что, разрабатывая детскую серию, Reflame позаботились всесторонне. То есть, никаких искусственных отдушек, никаких консервантов, никаких генно-модифицированных продуктов, то есть, сахара. Ничего лишнего Wellness Kids от Reflame в себе не содержит. Только пользу. И не случайно Wellness Kids рекомендуют педиатры России. На сайте вы видите Наталью Таран, научного сотрудника «Онин, питание, рам». Также очень много видеороликов в интернете. Обратите внимание, очень часто она бывает у нас гостем на больших мероприятиях, организованных компаний. Поэтому, кому интересно послушать мнение именно профессионала, посмотрите на YouTube, очень много именно видеозаписей ее выступления. Также Ольга Григориан является сотрудником НИИ питания рам. И, как говорит Ольга Николаевна, что нужно грамотно оценивать риски для здоровья и приучать детей к витаминам именно адаптированными дозами. Ребенок должен знать, сколько, в какое время ему нужно принимать те или иные витаминки. Витаминки должны быть клинически проверенными. И проверенными именно теми организациями, которые являются уполномоченными для этого. И, выбирая витамин для детей, рекомендуют обращать внимание на репутацию производителя. И в этом плане Арифлэм – очень сильная компания. По Ольге Григориан, я не знаю, другой компаний проводила клинические исследования. Мы, конечно же, присоединяемся, потому что продукцию Велнос Арифлэм принимает мой ребенок, принимает вся наша семья. И та продукция, которая действительно проверена моей семьей. Я думаю, плюсики в чате пойдут от тех, кто принимает детскую Велнос-серию, кто приобретает для своих деток. Разработчиком детской Велнос-серии является выдающийся профессор, федиатор Швеции, Сор Линдверк. Вот он говорит, что все, что мы съедаем в течение суток, выводится из организма точно так же, как и поступило. Поэтому витамины имеет смысл принимать круглогодично. И с витаминами очень важен комплексный подход. Если из стены вытащить один кирпичик, может рухнуть вся стена. В организме все взаимосвязано. Все нужны. Витамины и белки, и углеводы, и жиры. Но без витамин не будет происходить тех обменных процессов, которые именно нужны в тканевых реакциях. А во время болезни ребенок должен получать также витамины в большее количество, потому что они нужны для укрепления иммунной системы. И какие же витамины входят в состав детского бонус-комплекса. Это все самые необходимые витамины растущему детскому организму. В первую очередь это витамин С, слагаемый иммунитетом. Мы уже сегодня про этот витамин говорили и уделяли ему время. Витамин А у нас отвечает за зрение, а также за сопротивляемость к болезням дыхательных путей. Витамины группы В, они отвечают за правильное развитие нервной системы, а также за познавательные способности маленького исследователя. Витамин В отвечает за здоровье костей, зубов и кожи. Витамины Е и К, от этих витаминов, конечно, зависит физическое здоровье и активность ребенка, а также малыши необходимы микроэлементы, которые служат основой правильного развития всех систем. К микроэлементам относим кальций, он отвечает за активный рост ребенка. Йод обеспечивает физическое и психическое развитие, а также регулирует состояние центральной нервной системы. Цинк необходим для нормального роста и развития, а также отвечает за восприятие вкуса, обоняние, ну и помогает усваивать витамин А. А для развития внутренних органов организма ребенка необходимы магний, железо, селен, хром и молибден. И если говорить про последний микроэлемент, молибден, то роль этого микроэлемента в организме трудно переоценить, как и в принципе любого микроэлемента. Молибден регулирует обмен веществ в организме, способствует усвоению белков, углеводов и жиров. Это важный элемент, который предотвращает аминю, потому что он помогает, улучшает состав крови. Ну и на что я обратила внимание, то что молибден способствует профилактике кариеса и укреплению зубной ткани, потому что он выраживает полезность для зубов в ТОР. Немногие витамины могут похвастаться содержанием именно этого микроэлемента в своем составе, но детские wellness комплекс, ну а также взрослые зоны стойки содержат этот полезный элемент. Обращайте внимание, пристальное внимание те родители, у чьих деток идет сейчас смена зубов с молочных на постоянную, потому что это основа, это залог здоровья постоянных зубов. И сколько же нужно принимать, в какой дозировке. По одной таблеточке принимают дети старше трех лет, один раз в день, желательно в первой половине дня, во время еды и для детей старше десяти лет рекомендованная дозировка это две таблетки в день. Очень приятные, приятный апельсиновый аромат, ну мой ребенок с удовольствием кушает, разжевывает, то есть ему даже не нужно там не запивать, ничего для него даже это как лакомство. Вот. Я думаю, что все вы оценили, насколько качественные продукты есть в компании Reflame, но и это еще не все. Что касается витаминов, здесь мы как-то попроще, все мы знаем, что овощи фрукты кушать нужно, но также для здоровья ребенка необходимо поступление в организм омега-3 жирных кислот. И в компании Reflame есть такой продукт, Wellness Hits омега-3. Омега-3 является незаменимой жирной кислотой, потому что омега-3 является тем руководителем для именно строительства клеток мозга. Мозг состоит практически из жира, и для того, чтобы правильно он развивался, необходимо подкреплять его правильными жирными кислотами. В Норвегии рекомендуют прием омега-3 уже с 6-месячного возраста. У нас и в остальной Европе это с 3 лет, возможно, наши детки чем-то отличаются, им меньше нужна омега-3. Конечно, с этим не соглашусь, потому что ежедневные рыбы, той рыбы, в которой будет именно дневная порция омега-3, это сейчас в наше время действительно сложно, либо очень дорого. поэтому лучше, конечно, добавлять в пищу рыбий жир, но в нашем варианте это омега-3, потому что если сравнивать с рыбими производителями, опять мы на нашем белорусском рынке не найдем достойную альтернативу. Что же, за что же отвечают у нас омега-3 играют важную роль в развитии мозга, как я уже говорила, но и также зрительного аппарата, потому что является строительным веществом как клеток мозга, так и сетчатки глаза. Омега-3 жирные кислоты важны для нормальной работы сосудов, ну и вследствие всей сердечно-сосудистой системы. Омега-3 достаточное количество в организме необходимо для закладки и развития взрослых зубов, поэтому там, где утром принимали таблеточку витаминов, сверху очка омеги и будете уверены, что нормальная и нормальная закладка развития здоровых взрослых зубов вам, вашему ребенку, обеспечена. Конечно же омега-3 это та кислота необходимая, которая помогает укреплять иммунитет. И если у нас на вебинаре есть детские, есть мамы, деток, которые планируют идти в сад летом, либо осенью, рекомендую присмотреться к такому продукту, как детская омега-3, потому что адаптация в детском саду пройдет гораздо-гораздо легче, без болезней, ну и вашему ребенку будет легче адаптироваться. Потому что омега-3 способствует не только укреплению иммунитета, но еще много других полезных функций несет, в том числе увеличивает внимание, улучшает память и все это подкреплено многочисленными исследованиями. Если говорить подробнее о преимуществах омега-3 от Reflame, то можно сказать и выделить несколько таких важных факторов, что омега-3, во-первых, сделан из тушки, а не из печени рыб, концентрация витамина А и Д в печеночном рыбьем жире, она повышена, поэтому в репостислотах ребенок нуждается постоянно, поэтому Reflame омега-3, она сделана именно из тушки и она не содержит витамина А и Д, чтобы не было переизбыток, чтобы всего хорошего было в меру, поэтому омега-3 у нас высоко очищена, про ступень очистки поговорим на следующем слайде, будет информация, и омега-3 от Reflame можно принимать без перерыва, потому что нигде, как многие родители боятся накопления витамина Д, то есть не пугайтесь, с нашей омегой такого не произойдет, потому что рыбьи жире от Reflame содержат только 10% на высоко очищенную омега-3. Вот, по всем стамбе прошел пятиступенчатую очистку этот продукт, содержится в составе витамин Е, который предотвращает окисление и порчу продукта и является натуральным консервантом, содержит натуральные ароматизаторы экстракта лимонного масла и без искусственных одушек, сахара, красителей, то есть опять все то, что указывает на лидерство на прилавках аптеки, конечно же продается только в аптеке. Запатентованный пятиступенчатый процесс очистки омегой-3. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok нам нужно давать ребеночку чайную ложку и 1400 мг содержания омега-3 будет в ней содержаться. И именно в жидкой форме выпускается омега-3, потому что капсулы в основном используются из обычного либо сельного желатина. Компания Reflame принципиально используется, не использует ингредиенты животного происхождения, поэтому омега-3 от Reflame у нас выпускается в жидком виде, безопасный продукт, и можно не бояться, что ребенок подавится капсулой, либо съест их больше, чем нужно, потому что я знаю, что многие детки капсулированные омегу очень тоже любят. Напоминаю всем вид-клиентам компании, что на продукцию серии В у нас здесь есть подписка, оформить ее каждый может в своем личном кабинете пользователя на сайте Reflame, и получить четвертый практически в подарок за символическую сумму 6 тысяч белорусских рублей, три упаковочки покупаете по полной цене, и четвертый идет льготная. Точно так же распространяется у нас на витамины и на омега-3. И если смотреть цену по подписке, то это, конечно, выгоднее, если просто мы приобретаем омегу-3, мы тратим в день 12-300, какого-то этого продукта. Если оформляем подписку, то чайная ложечка нам находится в день белорусских рублей. Если рассматривать ценовую категорию витаминов и минералов, то без подписки это 9-400, по подписке 7-100 рублей в день. Всего 16-400 в день, и ваш ребенок обеспечен самым необходимым и полезным для нормального развития. И если говорить о том, именно как развивается, с какими темпами идет развитие индустрии wellness, то можно отметить, что уже очень-очень многие люди выбирают для себя эту профессию, и есть такие профессии, как wellness-тренер. Так вот, мнение одного из них, что пищевая промышленность и индустрии быстрого питания не спят, это огромный круговорот денежных средств, и именно они у нас формируют привычки питания, нас против нашего мнения учат кушать. Е-добавки, различные красители, и этот генофонд, конечно, все переходят по наследству нашим потомкам. Ну а от того, какой фундамент мы заложим в здоровье наших ребенка, будет зависеть в будущем здоровье всего человечества. И только так мы можем изменить, начав, конечно, в первую очередь себя и со своей семьи. Поэтому давайте будем выбирать правильные продукты и закладывать именно здоровый фундамент для здоровья будущей нации. Вот. На следующем сайте вы видите основателя компании Роберта Ахьопника. И Роберт Ахьопник говорит, что только общаясь с близкими, родными, поддерживая друг друга. Когда у тебя отличное самочувствие, когда у тебя достойный высокий уровень жизни, все это является слагаемым здоровья. И одним из составляющих также является сбалансированный рацион. А сбалансированным он может быть только если дополнен витаминами и минералами. Он говорит, что именно такую привычку он прививает в своей семье. И в свою очередь его дети точно так же выбирают здоровый образ жизни. На следующей фотографии видите три поколения семьи Ахьопников с внучкой Кларой посерединке. Все говорит о том, что продукция не выпускалась конкретно для кого-то. Продукция для всех. продукция одинаковая, то есть точно такие же витаминки кушает маленькая Клара и точно такие же витаминные комплексы принимают основатели компании. Говорит о том, что только продукты высокого качества выпускает наша компания. И конечно же я желаю вам здоровья, я желаю вам здоровья вашим деткам вместе с продукцией Wellness. Поздравляю всех родителей, чьи дети заканчивают школу, потому что впереди у нас действительно приятный период под названием каникулы. Желаю провести их достойно, запастись витаминами, запастись яркими эмоциями. Всем всего доброго. И встречаем следующего спикера, основателя международного проекта территория роста бриллиантового директора компании Reflame Дениса Бирюкова.